Как интересно, как интересно, смотрите, что я нашла. Орки в прозрачном пакете, новинка. Приветствую вас, друзья и не другие. Дзен упорно банит все материалы, связанные с этим вот украинским каннибализмом, с их тягой вот к этой тематике кулинарно-людоедской. Тем не менее, не удержусь и выложу очередной сюжет. В украинских магазинах стали продавать игрушки в виде костей и останков наших бойцов. Орки, так они у нас называют. До этого у меня Дзен забанил сюжет про то, как катеринговая фирма в Киеве накрывает стол, который называется «Русский солдат». То есть, там стол оформлен в виде трупа нашего бойца с символикой З, со всеми делами. Он весь съедобный. До этого еще они выпускали, не знаю, выпускают ли сейчас консервы, типа тушенка из мяса сепара, то есть из сепаратистов. А еще там делают кондитерские изделия. Очень популярно в Киеве. Можете прислать фотографию вдовы или матери погибшего русского солдата. И вам сделают кекс, где будет сверху портрет. Женщины вот по бокам там красный крем в виде крови. Вы можете сожрать это с удовольствием. Это пользуется огромным успехом. Мне мои друзья, не там уж, а здешние заукраются, продолжают говорить, что это смешно. Что у меня нет чувства юмора, что я не врубаюсь. Как это на самом деле прикольно. И что вот они так преодолевают свой страх перед войной, перед Россией. Ну, не знаю, не знаю. Видимо, действительно нет у меня чувства юмора. Как интересно, смотрите, что я нашла орки в прозрачном пакете. Новинка.